Здравствуйте, мои дорогие! Посмотрим, что хочет нам рассказать такую замечательную колоду. А вот уже идет информация. Вау! Реально, если спешит какая-то очень классная весть. Тут благая весть спешит к вам. Очень хорошая, замечательная весть. Даже больше. Какой-то результат. Результат ваших действий, деяний. Что это такое? Очень красивая новость. Что нам хотят сказать такое? А тут кто-то в пару входит. Тут праздник, и даже не одна пара. Тут какой-то прям водоворот этих событий начинает, намечается. Вы... Так, так, так. Вы как будто бы... Так, сейчас я ближе карту возьму. Она просто оголенная. Я думаю, что не понравится сервису. Так, здесь показываю, какая весть спешит у вас сейчас. Ой-ой-ой-ой. Вы сейчас, знаете, на пороге буквально свершения чего-то огромного, вашего достижения. Вот, вы на пороге сейчас к раскрытию результата ваших достижений. Да. Вы старались. Вы делали что-то. И вот будет праздник большой. Летит. К вам уже летит это что-то. Это и чувства, и деньги. Вот что-то такое. Так, давайте смотреть. Я просто смотрю, что оно идет к вам. Видите? Но кто-то держит. Кто-то держит. Пока что задерживается. Это что-то. Ну, это скоро будет. Это уже идет. И это неизменный ход событий. Видите, луна, солнышко. Хоть луна и расстраивается, да. Но солнышко уже радуется и несет вам эту весточку. Тут уже нельзя остановить этот процесс. Все. Вы споймали огромную рыбу, которая идет к вам сама в руки. Что это за огромная рыба? Господи. Что это за огромная рыба? Так. Что-то здесь такое идет, знаете, из прошлого. Тут кого-то прям разбудили. Разбудили. От спячки. Что это за огромная рыба? Об этом будут много людей говорить. Много людей говорить. Много языков. Видите, идет. Это ваше старание. Ваши все-таки действия привели к этому. Тут даже так говорят. Для вас уже готовят почву. Для того, чтобы вы это получили. Вот так. Я, знаете, эти карты не могут показать человека. Вот именно в данной ситуации. Я посмотрю на другой колоде. Кто это? Кто это такое? Что это вы такое получаете? Что это за большая рыбеха к вам идет? Что это за большая рыбка к вам идет? Она уже прямо направляется к вам. Все. Ее не остановить. Опа. Вот это рыбеха к вам идет, девочки. Вот это императорщик с загременной короной. Я так говорю. Интересный такой говор получается. Я так понимаю, что женщина будет чувствовать себя рядышком с ним почему-то ниже. Тут идет стабильность. Идет четкий мужчина с короной на голове. Вы будете в пару входить. Все. Процесс не остановить. Это все. Это идет к вам. Герой такой. Огроменная рыбеха. Вы будете входить в пару. Карта с одной колодой. Прямо сразу показали. Мужчина. Вы будете входить в пару. Что за мужчина? Буквально пару слов. В тихом омуте черти водятся. Говорят эти карты. Это то ли вы у нас такой тихий омут с чертями. То ли мужчина. Батюшки. Вот это мужчина. Тут такой классный мужчина. Он не просто. Какое-то высокопоставленное лицо. И главный мужчина в вашей жизни. Он очень горячий по натуре человек. Характер воина. Характер завоевателя. И характер очень активного человека по жизни. Харизматичная личность. Если он видит, что это его. Он старается это как-то окружить заботой. И никого не пустить в этот мир. Но вы такого ждали. Я так понимаю. Вы его ждали. И он к вам идет. Какой-то мужчина. Ваша мечта. Новый или старый? Стойкий. Я просто смотрю, что тут какая-то подвисшая ситуация. Концовочка. Вы там что-то кого-то ждали. Но не дождались. Из-за отсутствия возможности развивать отношения. Да, то есть тут висячка это есть. Но ваша стойкость. Да, стойкий. Какой он старый. Помощник вам по жизни идет. И будет очень любить вас. Просто, не знаю, на руках носить. Помогать. Делать многие вещи, которые вы не видели от мужчин даже. Ну, здесь заходите в очень стабильные. Крепкие и богатые отношения. Десяточка пентаклей идет. Красота, красотища не описывается. Окей. Вы старались. Вы достигли. Все. Кстати, будут те люди, которые там, например, вмешали вам. Там очень страшно. Но они будто бы впряжены в упряжку событий, которые только помогают вам. Только расчищают вам дорогу. Это расцвет. Это уже прописано и расклеено буквально на всех столбах небесных. Так. Что еще? Что еще хотят сказать? Карты. Тут какая-то девушка хочет менять внешность. Что-то не нравится ей. Ну, так и будет. Будет. Тут омоложение какое-то идет. Ух ты. Омоложение какое-то идет. Процесс, по крайней мере, начат. Но я вижу, что она как готовится к свадьбе, что ли. А будет свадьба? Смотрите, тут девушка, которая видит... Или человек, который видит одно, да, хочет... Но там неправильное видение. Будет все перевариваться абсолютно по-другому. Тут какой-то другой котел месяца. Какая-то другая каша заваривается. Старое будет... Старое будет почвой. Будет сырьем. Будет сырьем для получения чего-то нового. А вам как говорят, что сжечь нужно старое. Старое. Сейчас рассмотрим. Да, сжечь старое, забрать свое самое ценное и идти туда, где вы дадите... Больше от вас будет пользы и больше будет пользы вам. То есть там, где вы расцветете. Там, где вы пустите корни. Потому что здесь, на прошлом месте, вас как-то недооценили абсолютно. Вот так. Недооценили. А у вас огромная сила. Такое говорят. Хорошо. Что еще? И вот новая земля, новая берега, вы прям замуж выходите. Так, что еще? Что у нас тут идет? Кто-то кем-то играется, да? Кто-то играется. Тут я вижу высокопоставленных, очень высокопоставленных лиц, которые играются жизнями людей. Но как бы не жизнями, может, судьбами людей, да? Которые тоже довольно-таки высокое положение занимают. Что здесь хотят сказать? Ну, тут восстание нам показывают, да? Тут какое-то... Не хотят подвергаться такому контролю, неправильному, как минимум, неправильному контролю. Кто-то даже из узурпаторства не хочет покоряться, да? Идет на восстание. На восстание. Тут могут показать, как целый народ, да, массу, нацию. Как просто, например, на работе, да? Вот такая ситуация. Хорошо. Чем дело закончится для... Так. Чем дело закончится? Смотрите, тут какая-то... Ну, помощь идет. Помощь идет. Помощь пока спит, но помощь придет. Так интересно, девочки. Вы знаете, что сила хитрости и подлости на стороне тех, которые управляют все-таки. Да. Но тут в любом случае говорят о том, что должно получиться ответы какие-то приходят. Приходят. Тут стабилизируется ситуация. Ответы придут. Может быть, сейчас вы ответы эти получаете. Сейчас. Или же тут в раскладах этих. Так. Вы знаете, масса вот этой разбасшивавшейся людей, именно, она будет просто в гневе. И я вижу, что побоится все-таки, то самое верхушка побоится быть уничтоженной. Вот так. Так. Тут могут касательно, допустим, то, о чем вы подумали. Касательно вашей работы, например, и вас это касается. Либо касательно буквально целого народа. Вот такая ситуация. Хорошо. Поэтому тут главное вот разбушеваться. И действительно, они прям побегут. Побегут. Молиться будут еще. Так, что еще? Что еще необходимо знать? Покажите нам. Так, что у нас здесь? Что это такое? Блин, ну карты начали мне говорить прям такими глобальными ситуациями. Показывать. Давайте так переведем на что-то наше. Тут показывают. Так, смотрите. Так, секундочку даем. Мне, и я вам расскажу. Одну колоду. Тут кто-то что-то неправильно делает. Я просто не могу понять, кто. И вот вызывает эту силу мощную, с которой не знает, как играться даже. Ох, получит тут кто-то. Девочки, тут знаете о ком? Тут какой-то человек пытается то ли магичить. Да. Значит, если вы это слышите, оно, скорее всего, что-то там в вашем пространстве. Но тут человек не понимает, какую силу на себя накликал. Эта сила его просто обманет, а дальше просто не показывает, что. Это огромная, мощная, темная сила, которую потревожили. Которая очень хитрая, эта сила. Ну, они уже плывут туда, к ней. Какая-то дама, скорее всего. Плывут, и там не один человек, там как бы всех накажут, очень сильно накажут. Тут кто-то, кто занимается какими-то довольно-таки нечистыми делишками. Не просто темными, да, либо светлыми. Все это классно, наверное. Но вот именно нечистыми, нечистыми делишками. Темная сила, конечно. Она не сама придет. Она пошлет тех людей. Через людей, возможно, да. Пошлет те силы, которые могут справиться, так, по щелчку пальца с этими нехорошими людьми. Они играются с тем, с чем нельзя играться. Вот так. Там будут наказаны. Все причем наказаны. Так, хорошо. С такой силой нельзя играться. Это хорошо. Ну, значит, если вы это слышали, что-то, наверное, на вас. Да. Наговоры какие-то. Раз, да. И какая-то прям темную силу накликали. Что еще нам нужно знать? Интересно, девочки, у нас? Те, кто не подписался, я спрашиваю. Так. Что еще? Тут что-то делят. Что-то делят. Видите, две бабы делят что-то. Ну, давайте посмотрим. Не буду я рассказывать. Потому что тут нехорошие какие-то. Делят то, что, возможно, и не ихние. Так. Две какие-то женщины указаны. Либо просто два человека. Делят что-то совершенно не свое. Окей. Делят не свое. Сейчас, сейчас. Ой-ой-ой. Кто-то разгневался на них. Но это им не дастся. Это им не дастся. Они там уже празднуют, короче, победу. Вот. Но это не получится у них это взять. Не получится взять. Еще тут показывать некое такое пиршество, да, большое какое-то событие. Это могут как событие показать. Так. И просто. Вот, знаете, как... Что-то происходит такое, когда люди, вот они радуются, но они радуются нечестно. Потому что что-то нечестно взяли. И вот из этого общества выбираются несколько человек. Тут двое показаны. И убегают, показывая всем факт. Вот. Посланы за ними какие-то вдогонку силы, но они не догонят их. Они очень, очень так воодушевлены своим побегом. Двое кто-то убегает. Ну, смотрите, тот, кто делит что-то не свое, вот, это очень плохо, да. И уже пир какой-то закатили. В общем, ушло. Ушло назад. К тому, кому принадлежит. И тот, кто этот владелец есть, да, он убегает с этого праздника. А может, это просто как из компании, там, допустим, из какого-то общества. Так, что еще? А его и так выкинули бы, видите? Его и так выкинули бы. Этого человека, либо людей. Так, что еще? Давайте еще посмотрим. Карты остались. Запись у нас идет. И смотрим дальше. Что хотят сказать? Что-то летит. Ну, что бы там ни было, тут кто-то нагрянет домой, но ангелы спасают. Если что-то плохое, да, то ангелы спасут человека. А так бы наказали. Так, тут кто-то прям, знаете, бежит на разборки. Вот, в чей-то дом. Но ангелы спасают. Потому что кто-то бы неправильно поступил. Кто-то бы сказал, ты... Тут ведьму сжигают на костре, да? Вот. Но ангелы спасут эту женщину, либо... Мужчину, тут неважно. Главное, что человека ангелы спасают. Потому что нужно спасти. А вы как-то забрались туда, да? То есть показывают человека, который забрался туда, где, кажется, темно. И... Вроде как не ваша среда. Вы не разбираетесь там. Но вот все-таки своим светом, да, у вас получается как-то идти наугад, будто бы. Вот так. То есть смотрите, к кому это относится. Потому что здесь вот буквально к вам бегут на разборки. Это может быть, знаете, вот, например, как налоговая там, либо ревизия какая-то. Это как минимум. Либо, не знаю, прям... Какой-то рэпид. Помните, как раньше называли? Ну, вас ангелы спасают. Да, потому что там прям вот бегут наказать вас. Ну, вы как-то такая смелая проходите с закрытыми глазами через эту тьму. Странно. Ну, это осторожнее, потому что там вот большая кошка. Вы ее не заметили как раз. Это люди, которые, ну, обладают, может быть, даже властью. Их больше, вы одна. Ну, хорошо. Вас ангелы спасли. Это так и останется. Так, что здесь говорят? Вас не просто спасут. Вы как... Получите преимущество. В любом виде преимущество. Да, то есть вы тут вообще на троне, и у вас есть слуги. То есть вы получите какой-то максимум, например. Тот, который не ожидали. Как-то так вам удастся все-таки пройти через эту темноту, и вас... И эта темная кошка... Ну, я не знаю, может, вы ее обойдете как-то. Ну, ангелы вас спасают в тот момент, когда вот эта темная кошка на вас нападает. Так, хорошо. Кого это касается? Я думаю, интересная тема. Еще чуть-чуть посмотрим. Классно. Так, кто какой-то заговор. Сейчас смотрим. Заговор. Боже. Сейчас посмотрим еще. Ну, информация будет донесена куда-то, видите? Так, тут какие-то люди хотят раскрыть информацию. То, что закрыто. Это то, что заскрыто. Некая информация, может быть, какие-то дела. Может быть, что-то закрытое. Открыть хотят какую-то закрытую дверь. Это, если они откроют, то много людей пострадает. А вот они в заговоре. Они хотят кому-то рассказать, что ли. Но тут предупреждают кого-то из тех, кто может пострадать. Идет предупреждение. Так, хорошо. Возможно, предупреждение сейчас. Ну, смотрите. Может быть, вы сейчас получили предупреждение, и вы... Тут итог хороший. Смотрите, тут какой-то заговор. Кто эти люди? Давайте посмотрим, кто эти заговорщики. У кого-то на работе, может быть. Но они такие, знаете, работают возле вас. Это, скорее всего, работа. Либо, если у вас в доме есть, ну, например, слуги. Да? Тут вот просто показано так. Или там кто еще, господи, который приходит, убирает. Вот девушка, да? Она тоже, она собирает какую-то информацию. Вот. Хочет раскрыть ее, и... Но вас предупредят об этом. Ну, исход хороший. Исход хороший. Тут говорят, как будто бы демон отвлекает этих людей, а вы принимаете меры. Да? Какие меры вам принять? Ну да, тут борьба, конечно, нечестная. Но бороться надо. А у вас получится это сделать? Они бессильны перед вашей смелостью. Вот такой, знаете, ваша... Бравость и решительность их напугают. Тут, кстати, может быть даже показано какое-то такое влияние. Да? Либо вы умеете влиять там, не знаю, словом, делом, через других людей, магией, чем хотите. Ну, вы, конечно, вознесетесь. То есть у вас сила очень мощная. Вы становитесь сильнее. Так, хорошо. Предупредила? И слава богу. Кого-то предупредила уже хорошо. Хоть одного человека предупредила. Замечательно. Так. Еще посмотрю на остатки колоди. Как буду, что там хотят сказать. Вот очень же интересно. Так. Здесь кого-то будут короновать. Но я чувствую, что это коронование какое-то... Будто бы... Чтобы сбросить, видите? Чтобы сбросить. Видите? Ну, прям чувствую. Чувствую. Коронуют. Но для того, чтобы показать. Это очень похоже на тему, когда аборигены захватывают в плен. Чествуют, кормят, а потом чтобы съесть. Вот что-то такое. Тут осторожнее. Когда вас чествуют. Для того, чтобы вы открылись. Листят, чтобы вы выбросили из-за рта этот сыр. Листят прямо в глаза. Кто-то льстит. Из недоброжелателей. Чтобы оттяпать ваши. Они уже так делали. Кто-то хочет оттяпать ваши. Причем есть уже некоторые примеры этого. А, знаете как? У них там что-то не хватает, а они ваши хотят собрать. Ну, допустим, так. Хорошо. Чем делать такое? На хвосте сидят у вас. Так. Повернитесь, пожалуйста, лицом. К этим людям. Потому что они берут вашу цель, вашу идею. И давай ее реализовывать. Поворачивайтесь к ним. Чтобы вы праздновали победу, а не они. Вот такая тут тема идет. Дорогие мои, такой замечательный у нас многофункциональный расклад получился. Благодарю за внимание. Спасибо вам за вашу поддержку. За это замечательное действие, которое я в последнее время прям какие-то фильмы прокручиваю уже. И хочу еще поблагодарить лайки, комментарии. Это все, что любит этот сервис и благодарит меня за это. Это ваша благодарность для меня за ту работу, которую я делаю. С удовольствием и вдохновением для вас. Спасибо за финансовую поддержку тех, кто это делает. Я хочу, чтобы Вселенная это видела и, естественно, давала в разы больше вам подарками. Вот так вот. Дорогие мои, жду вас на следующих видео. Всего доброго. Пока-пока.